13 сентября 2022 года в 22.30 вечера на железнодорожных путях поездом Санкт-Петербург-Сухум была насмерть сбита девочка-подросток. Тогда в нашем обществе сразу заговорили об опасной онлайн-игре «Синий кит», которая унесла сотни жизней подростков в соседней России. Факт того, что подросток погибла, совершая очередное опасное задание этой онлайн-игры, пока не подтвержден. Но есть определенные предпосылки к этому выводу. И правоохранительными, и иными уполномоченными органами в настоящее время проводится расследование для подтверждения данного факта. Тема групп смерти и опасных онлайн-игр в настоящее время является довольно распространенной темой для обсуждения среди подростков, интерес которой лишний раз подогревается в абхазском сегменте интернета. Это является негативной тенденцией. Самыми распространенными названиями в опасных онлайн-игр в интернете являются «Синий кит», «Море китов», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4.20 утра» и так далее. Должна вам сразу сказать, что названия данных игр являются разнообразными. На самом деле их великое множество. В основном это делается в целях маскирования и для того, чтобы скрыть нахождение этих опасных ресурсов и снизить количество жалоб и как следствие блокировки данных ресурсов другими пользователями. Чтобы родители и учителя могли сами диагностировать вовлечение ребенка в опасную онлайн-игру, была разработана презентация программы «Классных часов. Опасные игры» и памятка для учителей и родителей. В ней подробно описаны признаки того, что ребенка увлекли опасные онлайн-игры. Речь идет как о странных хэштегах, так и о фразах, которые в этом случае начинает часто повторять ребенок. «Синий кит», то есть опасная онлайн-игра, это игра с летальным исходом, в финале которой детей принуждают, подчеркиваю слово, принуждают совершить самоубийство. Как правило, данная игра длится 50 дней и состоит из 50 уровней. В течение которых ребенок, который является жертвой синего кита, получает определенные задания от администратора, или же их по-другому называют куратора, данных опасных ресурсов. И отмечу, что с каждым разом ребенок, можно сказать, переходит на новый уровень, и урон от этих заданий носит все более и более суицидальный характер. После, ну, проходит небольшой промежуток времени после опубликования данного поста, и куратор данного опасного ресурса находит данный пост, и, соответственно, ребенка, который это опубликовал, и вовлекает его в этот опасный ресурс. Отмечу, что после первого фактического отправленного сообщения от администратора, ребенок автоматически становится жертвой синего кита. После того, как ребенок, к огромному сожалению, стал жертвой синего кита, куратор будет круглосуточно, 24 часа в сутки, связываться с ребенком, то есть посредством текстовых сообщений или же звонков, он будет с ним общаться, спрашивая самые обыденные вопросы, например, как дела. Презентация программы «Классных часов. Опасные игры» для педагогов и родителей и памятка были разработаны сотрудниками аппарата, уполномоченного по правам ребенка при одобрении Министерства просвещения и при содействии психолога Ассоциации женщин Абхазии. Министерства «Классные игры» для педагогов и родителей, специалисты и специалистов, которые понимают, Уполномоченная по правам ребенка Мактина Джинджолия отметила, что помимо брошюры также подготовлены уроки для пятых-девятых классов. Именно эта возрастная группа наиболее подвержена психологическому воздействию опасных для жизни игр. Уполномоченная группа наиболее подвержена психологическому воздействию опасных для жизни игр. Памятка для родителей и учителей, как уберечь своего ребенка от опасных онлайн-игр, будет распределена по всем школам республики. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абаза ТВ.